Всем привет! Сегодня 24 декабря 2021 года. Харьков. Это перед нами Цитрус Нобелис. Крупноплодный наш мандарин. Я показывал как мы уже его пересадили из 10 литрового ведра в большую емкость. И сейчас мы будем его размножать. Я хочу вам показать. У меня тут три ветки, которые мне не нужны. Вот одна ветка, вот она, вот такая вот большая, идет вот отсюда. Вот вторая ветка, я уже проволоку прикрутил. Здесь я буду пережимать его, и соки будут подниматься вверх по листьям, а назад не пойдут. И здесь образуется колюс. С колюса вырастут корни. И вот третья ветка, я на ней сделаю просто прорези, чтобы опять же вышел колюс, нарос, и с него появятся корни. То есть три вида здесь будут. Так, здесь я уже сделал вот надрезы, вот такие вот перпендикулярные. А теперь вот так вот снимем кору. Но одной рукой мне неудобно работать, поэтому я вам поставлю камеру. Я уже пробовал вот такие вот укоренять. Не укореняются. Зелененькие, тоненькие, они быстро высыхают. Вот, конечно, лучше прививать. Прививка эта дает почти стопроцентную приживаемость. И хорошо их дальше рвут. Это привитая, вот она. Прививка я сейчас покажу. Вот здесь вот, видите, вот такой вот клин. Это в расщеп она прививалась. Так. И готовим стаканчики. Вот смотрите, берем такой на 200 грамм стаканчик. Вот так вот разрезаем его. И здесь вот по толщине ветки, вот примерно там сколько, 7-8. Начну вот так вот вырезаем, вырезаем вот такой кружочек. О, здесь я сделал уже прорези на нем. И теперь осталось закрепить его. Значит, снимаем до конца кору. Она уже нам не надо. Вот так вот. Это. А сюда вот так вот закрепим стаканчик. И ветку чуть-чуть подтянем, чтобы она смотрелась вот так вертикально. Заполняем сюда цитрусовые земли. У меня есть специально. Ну, сначала надо закрепить эту ветку, натянуть. Конечно, это головняк, легче привить. Но мне такая ветка здесь не нужна. Она уже очень большая. Поэтому проволоку так натягиваем, натягиваем. Ищем, куда можно зацепиться. Ага, нашли вот здесь зацепиться. Главное, чтобы было вертикально, чтобы легче потом будет поливать и ветка не спрыснет. О, видите, я закрепил. Теперь осталось закрепить вот так стаканчик. Опять же, проволокой. Где у нас проволока? Вот она проволока. Видите, я так вот его... И до следующей. Конечно, это дуга. Я не буду ваше время занимать. Но я показываю. А теперь осталось ложечкой засыпать землю. Чуть-чуть. Может где-то и рассыпется. А что поделаешь? Это такая работа. Это называется воздушное укоренение. У Мичурина не было таких стаканчиков одноразовых. Он приматывал буквально чуть ли не тряпками и нитками. Все. Осталось полить его. И через несколько месяцев будет колес. Потом только корни. За месяц они не вырастут. Так, здесь мы опять же откусываем эту проволоку лишнюю. Это алюминиевая проволока. Вот она. И сильнее зажмем. Ну, конечно, можно и передавить. Но надо зажать, чтобы она держалась. Здесь она передавливает кору. И растение будет расти. Кора будет увеличиваться. И он сам собой это перетянет. И опять же делаем такую воздушную отводку. А потом весной уже сравним. Где лучше получится. Здесь, здесь или на третьей. Опять же этот стакан. Вырезать дно. Но я просто показываю вам подробно. Потому что я мог бы это сделать. Показать. Ау, я вот сделал и все. Не. Лучше, когда... Когда оно видно. Видите, он одевается вот так вот. О, наполняем опять же листовым перегноем. Надо проволоку сейчас найти еще, закрепить. Хорошо наполняем. И можно даже ложечкой притрамбовать. Вот так вот. И закрепим проволокой, чтобы оно никуда не делалось. Так, надо подлиннее. Ну, это уже в следующий раз покажем. Воздушные отводки. На цитрусе Нобелес. Спасибо, что были у меня. В гостях пока. До новых встреч. Продолжение следует.